Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Хранение ума и молитва Иисусова. Эпиграф. «Именем моим будут изгонять бесов». Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. Эпиграф 2. «Берегите ум». Отец Иоанн Кронштадтский. Как пишет преподобный Макарий Великий, как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен будешь бороться со своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. А во время борьбы с этим навыком найдешь противящиеся тебе помыслы и борющиеся с умом твоим, так как души, оставшиеся в естестве своем, по земле присмыкаются помыслами, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство свое. Сами по себе они думают, что принадлежат жениху, но не приняв елее радости, не возродились они духом свыше. Ибо князь мира сего, будучи некую мысленную тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным жестким ветром волнует, наполняет и кружит непостоянными вещественными суетными помыслами всякую душу, нерожденную свыше, и умом, и мыслею, не переселившуюся в иной век, по сказанному, наше житие на небесах есть. И помыслы эти повлекут тебя и станут кружить тебя в видимом, отчего ты бежал. Тогда ты начнешь борение и брань, восстанавливая помыслы против помыслов, ум против ума, душу против души, дух против духа. Этим же истинные христиане и отличаются от человеческого рода, ибо отличие христиан состоит не во внешнем виде и не в наружных образах, как многие думают, что в этом вся разность. От всех людей в мире отличается новая тварь христианин обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесной приверженностью ко Господу. Все богоугождение и служение Богу зависит от помышлений. Преподобный Исихий добавляет к этому, ум с умом невидимо сцепляются на борьбу, ум демонский с нашим. И тогда у нас появляется нужда каждое мгновение из глубины души взывать ко Христу Спасителю, чтобы Он отогнал ум демонский, растлевающий мечтанием наш ум и победу даровал нам, как человека любец. Будь осторожен, береги свой ум, говорил и отец Иоанн Кронштадтский. В работе о внутреннем христианстве написано так. Душа, воспринявшая в свое естество благодать Святого Духа, кружиться помыслами не может. Это для нее несвойственно. Она непрестанно погружает свой ум в волны молитвенной благодати и не носится в вихре кружений. Ум входит в небесную тишину благодатных помыслов. Но это дается не сразу. Нужен труд внимательной молитвы. Таково просвещенное учение святых отцов о возрождении души свыше и такого благодатный, неоспоримый признак возрожденной души. Потому святые отцы с таким жаром устремлялись из этой смертной тьмы мысленного кружения на путь возрождения своей души от Духа Божия, на путь покаяния. Устремлялись от кружения в помыслах в благодатную тишину ума. Устремлялись трезвением, вниманием и умной молитвой. Внимательная молитва творила с ними чудо. Помогала им отыскивать свою умершленную душу, оживотворяла ее, снимала с нее пелены страстей, выводила из мрака смертного демонского кружения, озаряла немерцающим светом божества и вводила ум в божественную тишину, из земных человеков соделывала их небесными бессмертными ангелами. Так начинается наша борьба с духами бестелесными, злыми, коварными, которые ведут с нами неустанную борьбу посредством помыслов, вожделений и мечтаний. Как пишет епископ Феофан Затворник, «В движениях порочных сердца и помыслах средства истребить все это непрестанная память о Господе и молитва к Нему». И так для возрождения души необходимо внимательная, умная и, очевидно, непрестанная молитва. Для этой цели по многовековому опыту многочисленного сонма святых отцов наиболее совершенной формой молитвы является краткая Иисусова молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». При наиболее сокращенной форме ее произносят «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». А преподобный Серафим Саровский советовал во вторую половину дня присоединять к ней и молитву к Богородице «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородице, помилуй меня грешного». Вместе с тем следует знать, что легче приучить себя к непрестанной молитве, если постоянно повторять лишь одну ее форму, никогда не изменяя ее. Творение Иисусовой молитвы приносит овладевшему ею освобождение от суетных помыслов, умерение ума, обильные духовные плоды и очищает душу от страстей. Вот как об этом говорит преподобный Варсонофий Великий. «Непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие их. Ибо от призывания имени Божия враги обессиливаются, а зная это, не перестанем призывать имя Божие на помощь. Как врач взыскивает приличное врачевание или пластырь на рану страждущего, и они действуют, причем больной, и не знает, как это делается, так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов. Им украсим, им оградим себя, говорит и святой Иоанн Златоуст. Схиархимандрит Сафроний пишет, «Через молитву Иисусову приходит в сердце благодать Святого Духа, и призывание Божественного имени Иисуса освящает всего человека, попаляя в нем страсть». Как говорит святой Афанасий Александрийский, «Имя Господне Иисуса Христа из всех имен, из всего любимого под небесами, оно самое любимейшее и на земле, и в мире горнем, ибо в нем мы познали того, кто нас возлюбил вечной любовью и начертал нас на дланях своих, украсил свое божество нашим человечеством, ум наш создал своим престолом и тело своим храмом». Значение Иисусовой молитвы так характеризуется Симеоном, архиепископом Солунским. Она есть исповедание веры, подательница Духа Святого и Божественных даров, сердца очищения, бесов изгнания, Иисуса Христа вселения, духовных разумений и Божественных помыслов источник, грехов отпущения, душ и телес врачевания, милости Божий источник, единая Спасительница, как имя Спасителя нашего Бога в себе носящая. Как и всякую, Иисусову молитву по ее способу творения можно подразделить на устную, умную и сердечную, с переходами между этими тремя ее ступенями. Притчу о Царстве Небесном и о закваске, которую женщина положила в три меры муки, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33, святые отцы объясняют так. Царствие Небесное, которое внутри нас есть, Евангелие от Луки, глава 17, стих 21, достигается преображением нас, непрестанной молитвой, также в три ступени. На первой ступени христианин осваивает привычку непрестанной Иисусовой молитвы лишь устами. На второй ступени молитва утверждается уже в уме, с непрерывным вниманием к ней. На третьей ступени размягчается и умиляется сердце, и молитва непрестанно творится, питая христианина миром и радостью. Приучать себя к Иисусовой молитве, конечно, лучше всего под руководством опытных в ней молитвенников, но таких так трудно найти. Тогда при отсутствии их можно руководствоваться соответствующей литературой по ней, которая довольно обширна. Много места уделяется Иисусовой молитве в пятом томе «Добротолюбие». Учение о ней изложено также в сочинениях преосвященного Игнатия Бринчанинова и отца Валентины Свинцитского. Увлекательное повествование о ней имеется в двух частях откровенных рассказов странника духовному отцу своему. Обычно для начала молящимся рекомендуют включение в вечернее, а кто может, то и в утреннее правило, по сто молитв Иисусовых, отсчитывая их по четкам. В дальнейшем число их постепенно увеличивают. В Оптиной пустыне и в некоторых других монастырях монахи обязаны были в вечерней келейной молитве читать пятисотницу, то есть выполнять ее пятьсот раз. При этом всегда рекомендуется читать молитву в течение дня, когда для этого бывает возможность, за работой, на ходу, в постели и так далее. В откровенных рассказах странник вначале по указанию своего старца совершал ежедневно три тысячи молитв. Потом старец увеличил это число до шести тысяч и, наконец, до двенадцати тысяч. Странник был совершенно свободен от всяких житейских обязанностей и смог, хотя и с трудом, устно выполнять эти двенадцать тысяч молитв. Так овладел он вначале устной молитвой, а под конец получил и дар непрерывной сердечной молитвы. Как навыкнуть молитве Иисусовой? На этот вопрос епископ Феофан Затворник дает такой совет. Стать перед иконами в молитвенное положение можно сесть и, не изведши внимание туда, где место сердца, творить неспешно Иисусову молитву при памятовании присутствия Божия, так полчаса, час и больше. Сначала трудновато, а когда навык приобретется, это будет совершаться как бы натурально, как дыхание. Для христиан, живущих в миру, в качестве руководства при начале чтения Иисусовой молитвы устами, можно иметь следующее наставление о ней старца отца Алексея Мичева. Молитву Иисусову «Господи Иисусе Христе Сыне Божий» помилыми огрешною читать надо, но читать просто, совсем-совсем просто, в простоте вся ее сила. Нельзя думать ни о каком творении или сердечном делании молитвы, как это было у святых отцов и у пустынников. Последнее является действительно трудным и великим подвигом, опасным для новоначальных и невозможным в миру. Чувство является уже от простого повторения великих слов молитвы, и через него появляется и молитвенное настроение. Одно имя Иисуса, произносимое с горячей любовью, будет само по себе очищать всего внешнего и внутреннего человека и само творить в душе его молитву, невзирая на окружающее. Как о любимом предмете всегда думает человек, так и о Господе должен он думать, носить его в себе, находиться перед его лицом и как бы в постоянной беседе с ним. Вначале наибольшее внимание надо обращать на слова «помилуй меня грешного». Эти слова надо читать в покаянии, в простоте, с которой молитва должна читаться, и чувство покаяния предохранит душу от различных и подчас очень тонких и опасных искушений, прелестей, прелестей. Молитву надо читать без счета, как можно чаще, где только возможно, на улице, у себя дома, в гостях, за едой, в постели, за работой и тому подобное. Дело не в обстановке, а в чувстве, с которым произносится великое имя Иисуса Христа. Читать молитву можно про себя или в уме. Надо читать ее в храме, когда не слышно, что читают или непонятно, что поют. С течением времени внимание со слов помилами огрешного переносится на слова «Господи Иисусе Христе», произносимые с любовью. Господь Иисус Христос, второе лицо Пресвятой Троицы, является нам наиболее близким и понятным. Спустя уже долгое время чувства и мысли переходят на слова «Сыне Божий». Эти слова приобретают в душе чувства исповедания и любви к Иисусу Христу как к Сыну Божию. В конце концов, все эти чувства соединяются в одно и получается полностью вся молитва Иисусова в словах и чувствах. Через Иисусову молитву будут освящаться Христом все житейские дела. «Как хорошо и радостно бывает, когда солнышко светит. Точно так же хорошо и радостно будет на душе, когда Господь при непрестанной молитве будет все сердце освящать». Эти наставления давались отцом Алексеем Мечевым, одной из своих духовных дочерей, которая по своей обстановке дома не могла вслух читать молитву. Для начинающих привыкать к молитве Иисусовой надо, кто только может, говорить ее устно, в полголоса или хотя бы шепотом. Преподобного в Арсенофии Великого спросили, «Как может человек непрестанно молиться?» Старец ответил, «Когда кто бывает наедине, то должен молиться устами и сердцем. Если же кто будет на торгу и вообще вместе с другими, то не следует молиться устами, но одним умом. Присем надлежит соблюдать глаза для избежания рассеяния помыслов и сетей вражих». Отец Александр Стефановский рекомендует Иисусову молитву произносить очень медленно, вникая в смысл каждого слова и делая паузы между отдельными молитвами для собранности. Молитву он рекомендует выполнять по четкам, беря для начала не более ста молитв на один раз. По мнению архиепископа Варлаама Ряшенцева, молитва Иисусова, как и всякая другая молитва, получает силу не от механического произнесения святых слов, а от чувства смирения и сокрушения, от покаянного преподания к Господу за помилованием. О том же пишет и епископ Вениамин Милов. Произношение имени Господнего всяким человеком должно быть напряженно внимательным, теплым, чистым, искренним, богобоязненным и благоговейным. Как видно из всего сказанного, особое значение при Иисусовой молитве имеет чувство, с которым произносится имя Господа Иисуса Христа. Непрестанному чтению молитвы Иисусовой учил своих духовных детей и старец отец Алексий Засимовский. Одной духовной дочери он говорил так, «Говори молитву Иисусову всегда, что бы ты ни делала». Приучать себя к непрестанной Иисусовой молитве настолько важно, по мнению оптинского старца в Арсенофе, что он рекомендовал своим духовным детям из иноков никогда не ложиться спать без чоток. Следует упомянуть также, что по свидетельству того же старца Иисусова молитва является вернейшим лекарством при извлечении души от сильного душевного волнения. Его послушник однажды спросил старца, как поступает он, когда мрак и скорбь со всех сторон охватят душу. «А вот», отвечал старец, «сяду на этот стул и смотрю в сердце, а там полный мрак буря». Я и начну повторять «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И что же? Полчаса не пройдет, смотришь в сердце, а там тишина. Враг ненавидит молитву Иисусову. Можно считать, что к творению Иисусовой молитвы могут приучать себя не только иноки, но и миряне. Известно, что в творении ее преуспели, например, Константинопольский царедворец Константин, отец святителя Григория Солунского и русский государственный деятель начала прошлого века Спиранский. Следует вместе с тем всех предупредить, что чтение молитвы Иисусовой не исключает обычных утренних и вечерних молитв, усилий христианина по исполнению всех заповедей Божиих, своевременного покаяния при каждом грехе и стяжанию любви, смирения, послушания, милосердия и всех других добродетелей. Если нет таких усилий, то одно хотя бы непрестанное творение молитвы Иисусовой будет бесплодным. И еще одно предупреждение необходимо сделать. Нельзя желать через творение Иисусовой молитвы сладостных, благодатных переживаний, и не это надо ставить себе целью, приучая себя к непрестанной молитве. Об этом так пишет архиепископ Варлаам Ряшенцев. Услаждаться подвигами, хотя бы молитва Иисусовой, есть духовное сластолюбие и погрешительное, так как источник сластолюбия кроется в похоти, правильный путь таков. Всячески подвизайся, ищи через это не сладости, а мира и очищения совести от болячек и ран. Проси у Бога исцеления, сокрушения, слез, но не веселья, не высоких экстазов, как у сектантов. Трепещи общение с Господом в святых тайнах, и моли Его о даровании тебе познания твоих немощей, спасительный страх, любовь к ближнему, терпение и тому подобное, но не высокую радость, говоря себе «я этого не достоин». Кроме того, все указанные смиренные чувства сами по себе заключают радость. Ищи через духовную жизнь просветление ума и сердца, но неприятных ощущений, хотя бы и в молитве. Не останавливайся на них, если они будут, а укрой себя от них. «Количество молитвы переходит в качество», говорит преподобный Максим Исповедник. Иначе говоря, здесь имеет место приложение духовного закона через внешнее к внутреннему. Поэтому при нашем усердии в отношении количества молитвы можно ожидать от Господа и благодатной помощи в отношении качества молитвы, внимания в ней ума, то есть постепенного перехода от устной к молитве умной. При этой форме ум уже способен молиться сосредоточенно, не отвлекаясь от молитвы посторонними мыслями. Так достигается возможность молиться, не открывая уст, то есть молча, при всякой обстановке и в присутствии других. По мере упражнения в такой молитве начинает постепенно раскрываться последняя благодатная форма сердечная молитва. Молящийся начинает замечать рост в себе при молитве благоговения, страха Божия, теплоты сердечной, умиления и теплых благодатных слез, согревающих сердце. Про переход от умной к сердечной молитве Иисусовой так говорил иноком преподобный Серафим Саровский «Сначала день, два и более твори молитву эту одним умом, раздельно, внимая каждому слово особо. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотой благодати своя и соединит в тебе ее в один дух, тогда потечет в тебе молитва это непрестанно и всегда будет с тобой наслаждая и питая тебя». Такая форма непрестанной молитвы требует, однако, предварительного напряженного труда, сосредоточенности и уединенной обстановки. По словам одного великого старца, имеющему внутреннюю сердечную молитву, молитва также свойственна и естественна, как дыхание. Что бы он ни делал, молитва у него идет самодвижно, внутренне. Так и за службой в церкви молитва у него идет, хотя он в то же время слушает, что поют и читают. А вот как характеризует состояние овладевшего сердечной молитвой преподобный Исаак Сирианин. Тогда и в сонном и в бодрственном состоянии человека молитва не пресекается в душе его, но ест ли, пьет ли, делает ли, что, даже и в глубоком сне, без труда издаются сердцем его благоухание и испарение молитвы. Тогда молитва не отлучается от него, но всякий час, хотя и не обнаруживается в нем внешне, однако в то же время совершает в нем службу Божию втайне, ибо молчание чистых один из христоносных мужей называет молитвою, потому что помыслы их суть божественные движения, а движение чистого сердца и ума суть кроткие глазы, которыми сокровенно воспевают сокровенного. Совершенно очевидно, что наибольших успехов при борьбе с праздными помыслами и для приобретения навыка непрестанной молитвы Иисусовой могут достигнуть те, кто имеет возможность жить в уединении, молясь, однако, не только о себе, но и за больных, ближних, страждущих и загибнущих во грехах мир. Для живущих в семьях, естественно, это будет значительно труднее. Они, конечно, не могут уклониться от забот о ближних, от служения им и от переживания с ними всех событий их жизни, но если христианин, живя в миру, все же стремится от всей души возобладать над своими помышлениями и приобщиться в какой-то мере к непрестанной молитве, то ему потребуется развить в себе добродетель воздержания. Ему необходимо будет проявить возможно большую полноту воздержания в следующих отношениях от чтения от чтения по возможности светской литературы, журналов, газет, от посещения общественных мест развлечения, возможно, большего, смотрения телевизора, если полностью невозможно от него отказаться, ограничить себя при слушании радио, опять-таки при невозможности почему-либо полностью отказаться от него, от пристрастия к науке и светскому искусству во всех его видах, что не исключает, однако, работы в области науки и искусства без пристрастия к ним, от посещения близких и знакомых, если только не требует этого его совесть, как исполнение его долга как христианина, по возможности уклоняться от приема тех близких и знакомых, посещение которых не вызвано духовной и житейской необходимостью и не связано с общностью духовных интересов. Естественно, что степень воздержания будет сильно зависеть от духовной зрелости, от возраста, социального положения, профессии, природных талантов, общественной деятельности и так далее. Выполнение этих правил о воздержании будет по силам в должной мере далеко не всем христианам, живущим в миру. Здесь приложима заповедь Господня «Кто может вместить, да вместит» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. Также следует упомянуть и о следующем предупреждении архиепископа Арсения Судовского, делателем Иисусовой молитвы. Правда ли, что некоторые из-за Иисусовой молитвы расстраивали свой ум и впадали в духовную прелесть? По свидетельству святых отцов и, как говорит жизненный опыт, возможно, и это. Всякое духовное делание может иметь неправильный ход и развитие. Тоже нужно сказать и относительно молитвы Иисусовой. Так, когда ты занимаешься этой молитвою, можешь приобрести навык в ней, и у тебя прекратятся дурные мысли и желания. И вот тут-то является опасность возомнить о себе как о делателе молитвы Иисусовой, как о чистом безгрешном человеке. Чтобы этого не случилось, нужно всегда иметь в виду, что неприобретение навыка молитвы Иисусовой и непрекращение внутреннего борения должно быть целью, а достижение от молитвы Иисусовой совершенных результатов, каковыми можно назвать тихое, умилительное соединение нашего сердца с Господом. При глубоком, покаянном, смиренном о себе мнении. Без этого всегда может быть опасность духовного самообольщения, иначе говоря, всегда надо бояться духовной гордости, ибо она приводит в ничто всю нашу внутреннюю работу, все наши подвиги. Интересно описание последствий творения непрестанной молитвы Иисусовой, которое дано странникам в первой части его откровенных рассказов духовному отцу своему. Странник овладел вначале навыком лишь устного и умного непрестанного творения Иисусовой молитвы. Вот как описывает он свое состояние в это время. Все лето проводил я в беспрестанной устной Иисусовой молитве и был очень покоен. Во сне почасту грезилось, что творю молитву, а в день, если случалось с кем встретиться, то все без исключения представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя я и не занимался с ними. Помыслы сами собою совсем стихли, и ни о чем я не думал, кроме молитвы, к слушанию которой начал склоняться ум, а сердце, само собой, по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. Когда случалось приходить в церковь, то длинная пустынная служба казалась короткою и уже не была утомительна для сил, как прежде. Вот теперь так и хожу, да беспрестанно творю Иисусову молитву, которая мне драгоценнее и слаще всего на свете. Иду иногда верст по семидесяти и более в день и не чувствую, что иду, а чувствую только, что творю молитву. Когда сильный холод прохватит меня, я начну напряженнее творить молитву и скоро весь согреюсь. Если голод начинает меня одолевать, я стану чаще призывать имя Иисуса Христа и забуду, что хотелось есть. Когда сделаюсь болен, начинается ломота в спине и ногах, стану внимать молитвы и боли не слышу. Когда кто оскорбит меня или прибьет, я только вспомню, как насладительна Иисусова молитва, то тут же и оскорбление, и сердец пройдет, и все забуду. Нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что суетливое не глядел бы и был бы все один в уединении только по привычке одного хочется, чтобы беспрестанно творить молитву. И когда я ее занимаюсь, то мне бывает очень весело. Бог знает, что такое со мной делается. А вот описание странникам ощущений того периода, когда он стал преуспевать в сердечном творении молитвы. Я начал чувствовать разные повременные ощущения в сердце и в уме. Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце. В нем чувствовалась такая легкость свободы и утешения, что я весь изменялся и предавался восторгу. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему Созданию Божию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, каянного грешника. Иногда прежде глупое понятие мое так уяснялось, что я легко понимал и размышлял о том, о чем прежде не мог вздумать. Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему, и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа и познавал, что значит сказанное им «Царство Божие внутри вас есть». Наконец, я почувствовал, что молитва уже сама собою, без всякого с моей стороны побуждения производится и изрекается в уме моем и сердце, не только в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует точно так же и ни отчего не прерывается, не перестает ни на малейшую секунду, что бы я ни делал. Душа моя благодарила Господа и сердце истаивало в непрестанном веселье. А вот пояснение о сущности и действии Иисусовой молитвы, которое дано было пустынникам с химонахом Иларионом. Память Божия и молитва есть одно и то же. Почти пятнадцать лет я единственно творил устную молитву, потом она сама собою перешла в умную, то есть когда ум стал сам собою держаться в словах молитвы. А затем открылось милостью Божией и сердечное, существо, которое есть теснейшее действительное соединение нашего сердца или слитие всего нашего духовного существа с именем Господним. или что тоже с самим Господом. Имя Господне как бы воплощается и вместо голого бессодержательного слова, как это обыкновенно бывает между нами, человек ясно ощущает внутренним чувством своей души в имени Божием самого Господа, точнее в имени Господи Иисусе Христе собственным сердцем своим прикасается как бы к самому естеству Христову, сущности Его и божественной Его природе. Бывает с Ним один Дух, приобщается Христовых свойств, Его благости, святыни, любви, мира, блаженства и прочее, ощутительно вкушает, что благ Господь. А от этого без сомнения и сам делается по образу создавшего его благим, кротким, смиренным, носит в сердце своем несказанную любовь ко всем. И это естественно, и в порядке, как и быть должно, потому что такой человек приобщился святыне Божией и вкусил его благости собственным чувством, а потому и знает опытом достоинства и блаженства этих пренебесных качеств. В этом, конечно, смысле и сказано, что мы бываем общниками божественного естества. По словам святых отцов, нет единения ближе того, какое бывает между Богом и душою. Человек, неся в себе имя Божие или что тоже самого Христа, в собственном смысле имеет в себе вечную жизнь. Самым делом пия ее из неоскудевающего источника жизнодавца Сына Божия и есть Богоносец. Ум в это время весь бывает внутри сердечного храма или еще далее в божественной природе Сына Божия, а будучи удерживаем страшным событием, не смеет что-нибудь и помыслить земное, но бывает духовен и просвещен Божиим Светом. Трудно представить себе, какая честь и какое величие дано человеку, и он не брежет, а почасту не имеет о том и малой заботы. В вышних живых вседержитель Господь, страшный в могуществе и бесконечный в милосердии, имеет в нем место покоя своего, восседает в сердце его, как на престоле славы, непостижимо, таинственно, но тем не менее существенно и ощутительно. Действенность молитвы Иисусовой состоит в приискреннем соединении сердца с Господом, когда Господь Иисус Христос творит в нас обитель свою, ощутительно и действенно вселяется в сердце и слышится Его божественное присутствие ясно и осязательно, что называется, по словам святых отцов, живым богообщением. Тогда Христос Господь наш нисходит в человека своим благодатным даром, соединяется с Ним своими божественными силами, давая все потребное для жизни и благочестия и как бы творит в нем для себя постоянную обитель. Так что человек становится уже храмом Духа Божия, церковью Бога Живого, един Дух с Господом, а что живет, то живет для Бога. Не к тому себе живет, но живет в нем Бог. Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Вот в этом то воистину блаженном и достожелательном состоянии молитва чувствуется в сердце, как скала, занимает господствующее положение и покоряет себе все прочие склонности и душевное расположение. Человек явственно переходит на духовную сторону, а все земное становится в подчиненное состояние. Он входит в свободу Духа и покоится в Боге, носит в сердце своем источник жизни самого Господа Бога, и это есть несомненная надежда вечного спасения. При такой внутренней настроенности человек поступает под власть молитвы и делается как бы ее рабом, всегда молясь Господу своему, хотя бы и не хотел, потому что не может противиться преобладающей силе молитвенной, сам Дух молится в нем воздыханиями неизглаголонными, и Он же спасушествует духове Его, як у чаду есть Божия. Плодом молитвы являются плоды Духа Святого, любовь, радость, мир и прочее, а главное надежда спасения, ибо в чувстве сердечном слышится несомненный начаток жизни вечной. Когда молитва по благоволению Божию водворится в наше сердце, то мы прежде всего заметим, что она властно прекращает ток нечистых помыслов. Лишь только ум наш прикоснется к Господу Иисусу Христу в пресвятом Его имени тотчас останавливается брожение мыслей и неудержимая стремительность ума, что, как всякому известно по опыту, всего более смущает подвижника. Молитва Иисусова водворяет в сердце несказанную любовь к Богу и ближнему, вернее, она есть самое существо любви, ее свойства и качества. Она все сердце пережигает огнем Божиим, притворяя его естественную дебелость в духовную природу. По слову Священного Писания Бог наш огонь есть. Продолжение следует...